Как обезопасить себя окружающих и не испортить себе, пусть маленькое, но все же путешествие на электросамокате? Об этом самарцам рассказали представители кикшеринга и сотрудники ГИБДД. Самые основные правила для людей, которые передвигаются на самокатах, это передвигаться на самокате одному, в обязательном порядке использовать средства защиты, это шлем, налокотники, наколенники, управлять самокатом только в трезвом состоянии, передвигаться по дорожкам, по тротуарам и при переходе проезжей части обязательно можно спешиваться. Средства индивидуальной мобильности самарцы стали эксплуатировать чаще. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, пользоваться услугами кикшеринга можно только с 18 лет. При этом нельзя ездить на одном самокате вдвоем и выезжать на проезжую часть. Также стоит помнить, что весь прокатный транспорт отслеживается. Нарушители ПДД так или иначе найдут. Наш сервис в городе Самаре представляет чуть больше 2000 самокатов. Каждое из этих транспортных средств оснащено системой освежения. И мы знаем, где самокат находится, кто на нем едет, с какой скоростью. Можем при необходимости снизить скорость в тех зонах, которые являются зонами безопасности. И там по соглашению с администрацией скорость должна быть снижена. Можем в тех зонах, где запрещена эксплуатация самокатов. Такие зоны тоже согласованы. Можем выключить двигатели, самокат не сможет передвигаться. Добраться до пляжа Виктория Водолазова вместе с дочкой решили на электросамокате. О том, что нарушают правила дорожного движения, даже и не подозревали. Мчались с ветерком, пока не остановила полиция. Так получилось, что мы с дочкой вдвоем на одном самокате, потому что она еще не уверена, им управляет и не была готова ехать одна. Ну а какая-то альтернатива была возможна? Дойти по жаре пешком. Но не всех электросамокатчиков останавливали за нарушение. Одного из водителей средств индивидуальной мобильности полицейские похвалили за правильное использование самоката. Владею самокатом более двух лет. Знаю о том, что наконец-то запретили ездить по проезжей части. Это очень супер. Меня это самого радует. Классно, что начали слышать самокатчиков о том, что начали делать съезды до них, дорожки выделенные. Вот это супер. И самое кайфовое, что есть ограничения по скорости. Вот это очень круто. С начала сезона сотрудники ГИБДД продолжают фиксировать ДТП с участием электросамокатов. Организаторы акции надеются, что эта статистика не будет расти. В конце рейда автоинспекторы еще раз напомнили, что при передвижении на электросамокате, особенно в темное время суток, нужно иметь на одежде световозвращающие элементы и использовать защитную экипировку. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События.